Привет, друзья! Наконец-таки дошли у меня руки до объекта 705А. Это 10 уровень тяжелого танка СССР. Также меня давненько попросили сделать на него обзорчик. И вот, пожалуйста, давайте броню рассмотрим. Нижний лист 140 мм, приведеночки за 320 мм, что в принципе неплохо, но для 10 уровня это не броня. И, кстати, насчет ВЛД, что тут 175 мм, но приведенка, ребята, около 300 мм. То бишь даже не везде 300 мм есть. Это 280-290 мм. То есть голда данного танка пробивают сюда просто за ядным постоянством. Так что нужно очень хорошо прятать свой верхний, даже не то что нижний, а верхний лист. Башка. Тут, конечно, бронирована она неплохо. 330 мм. Приведеночки в маске тут неплохо. Тут видно, что 360, 370, 400 и тому подобные мм. Даже где-то там 700 промелькнуло. Но, ребят, вот эти вот, видите, щеки. Кажется, покатая такая вся башня, она переплюснутая. Но, видите, броня внизу. 340, там 330 мм. Да, о некоторых местах там 400 и тому подобное. Но замечено было и не раз мною, что все-таки ПТ 10 уровня данный танчик вот в эти вот места пробивают. Конечно же, я имею в виду голдой. И то там некоторые яги, там 2, 6, 8 объекты. Конечно, некоторые-то разбиваются, но иногда все-таки данная башня до снаряды пропускает, что, в принципе, обидно. Борт. Вот тут уже интереснее. Сама, давайте с этой стороны посмотрим. Башня тут 150, привлёночки где-то 200, даже в некоторых местах и более мм. Иногда что-то рикошетит, потому что она, как я и сказал, такая покатая, летая. И иногда будут рикошеты. И борт корпуса. Самое, что ни на есть, интересное. Вот этот фальшборт, здесь 250 мм, 260. Сюда, в принципе, данному танчику стрелять, ну, вообще никак не рекомендуется. Ниже, тут броня 130 мм и, само собой, уже можно пробить. Но это один из самых лучших представителей танков, которые танкуют именно от угла здания, ромбиком, бортом. То бишь, встаём от угла, подворачиваем корпус, делаем угол. И нас просто никто сюда пробить не может. Если, конечно, мы его не передовернём. В общем, броня, конечно же, у танка присутствует, если мы спрячем корпус. Но ещё раз говорю, что иногда всё-таки ПТ-10 его пробивают. Об этом тоже нужно помнить. Но броня, моё почтение всё-таки, она спасает прям. Оборудка у меня закалка, досл и стабилизатор. Всё, в принципе, стандартненько для этого танчика, только лишь оно атрофийное. А так, сборка лично для меня, она подходит. Она мне полностью устраивает. Полевая модернизация, конечно же, не качанная. Я выкупил его совсем-совсем недавно. Ну, давайте посмотрим, что здесь имеется. Первый модуль ставим, конечно же, облегчённая ходовая. Я бы всё-таки поставил, ребят, первый модуль. Достройка параллакса. Всё-таки стабилизация чуть-чуть будет ещё получше. Третий модуль, господа, как и четвёртый, тут можно прям комбинировать. Если мы ставим звукоизоляцию здесь, и здесь мы ставим тоже дополнительная шумоизоляция, то, в принципе, спасём танчика от, как говорится, от наших коричневых недрузей. Ну, можно поставить также сюда к обзорчику и поставить второй модуль на 5% скорости поворота ходового, что, в принципе, очень танчику подойдёт. И 2 км в час максимальной скорости вперёд. Тоже неплохо звучит. Так что здесь выбирайте сами. Я, наверное, буду ставить к обзорчику и на максималочку. Но тут уже, как говорится, сами решайте. И последнее, пятый модуль. А тут и прочность внутренних модулей, и скорость ремонта ходовой. И второй модуль, 5% скорости поворотов башни и разброс. Ну, вот этот вот на стабилизацию также можно сюда вкорячить. То бишь, второй модуль. Давайте посмотрим параметры. Обзор 415 метров, пусть будет. Незаметность идёт мимо, она нам не нужна. С мобильностью вроде как всё в порядке. 14,9 уделка, максималка 40 вперёд, 15 назад. Но, ребят, 40, скорее всего, вы не увидите. Просто по прямой двигаясь, надо всё-таки искать какие-нибудь горочки и с них скатываться. Так, танчик едет в районе 35 доточная. Но это тоже не так-то уж и медленно для такого тяжа. По живучести 1750 запас прочности. Вполне-вполне сгодно. Конечно, хотелось бы что-то видеть около 3000, но да ладно, пусть будет. И пушка. 650 разовый урон, пробитие 256. Вот, ребят, мне этот вот 650, ну, прям иногда очень сильно не доставляет. Потому как 540, 550 это наше всё. А с перезарядкой, ребят, 14,8 это, как говорится, очень неприятно. Иногда будем эти видеть цифры и просто уходить в уныние. Углы вертикальной наводки также отратительные. Минус 5, плюс 20. Время сведения 2,63. Разброс 0,41. На первый взгляд, кажется, не самые хорошие цифры. Но, как по мне, они нормальные. И пушка в бою иногда себя ведёт прям очень даже неплохо. Иногда, конечно, мы будем стрелять в упор мимо, но с кем это не бывает. Среднего урона минуту не очень-то и много. По сути, его нету. 2,627. И полёс снаряда отвратительный. 900 метров в секунду летят все типы боеприпасов. Ладно, господа, давайте уже поедем в бой. Посмотрим, что я сегодня смогу наиграть на запись. Сегодня 10 боёв уже провёл. 3 победил. 3,804. 3,804 среднего. Боже ты мой. Ничего не видишь. Ну, в общем, да. 7 поражений, 3 победы. Неплохо. Неплохо идёт сегодня. Запись на она будет тоже самое. Скорее всего. Так, степи. Восьмёрки. Захватить базу противника. И уничтожить всю его технику. Штурмируем восьмёрок, господа. Ну, давайте посмотрим. Тут есть хорошее место. Ну, для этих минус. Сколько там? 5 УНов. Это очень нехорошее будет место. Ну, а что, поеду на стандартную, на ЖД. И оттуда буду пытаться что-то делать. Мало тяжей. Их вообще нету тяжей. Сейчас против 2,68 вариант 4 буду воевать. А против него воевать, это вот просто вообще не с руки. Так не с руки, насколько это вообще можно представить. Давайте, разъезжайтесь. Ну, пожалуйста, разъедься. Уже ж. Ну, вот, давайте смотреть, сколько он просто идёт по обычному грунту. Ну, видите. 30 км. 29-30 км. Никаких там 40 мы не увидим. Вообще 25 на горочку начал. На маленькую. Маленькая горочка и всё. Ну, в принципе, тоже немало. Он может свои 40 набирать, это понятное дело. Это как из 7, знаете. Тоже там 60 едет с горки. Так и этот может. Зря я, по-моему, отстрелялся, да? Можно было в рампан зарадать. Не, он там не подставляется. Ну, там уже объектик встал. Хорошую позицию. Вот бой с восьмёрками, понимаете, в чём дело. А вот тут не всё так и будет гладко. Я понимаю. Сейчас 50-100 умрёт, я даже его не увижу. Не увижу. Там ещё контракары. Прикольно, девятка тоже непробиваемая. От башки. Риноцерон-то стоит. Риноцерон-то таки можно попробовать. Бахнуть. Его так не видно. А вот если маленечко вот так сделать, то его уже видно. Ну, спасибо. В принципе, видали. Ну, свёл совершенно. Нормальный. Ну, попробовать его. А чё он стоит? Да ладно, не сегодня. Давай назад ты я. А, ты вообще туда поехал. Очень много времени с ним тратим. Очень много. Но его надо забирать. Он аф-каповым встал. Его нельзя отпускать просто так. Уйди, пожалуйста, конь. Так, ладно. Много времени потратили, но забрали. Что у нас тут? Контра-кара, да? Контра-кара 268. Надо ехать, скорее всего, по внешке. Эмилька не может держать всё-таки кумулятивные снаряды 268-го. Ну, оно и понятно. Оно и понятно. Ты смотри, какой он наглый, а? И его ж никто не стреляет. Он просто стоит и оттуда полякает. Увидеть тебя можно? Да можно, там можно. Только вот то. А, ты зачем же так сделал-то? Ты же единственный был, кто со мной тут мог. Кто-то... Ну, тут... Ну, это... Блин, это кумулятивы, господа. Я про них хотел сказать. То, что они пробивают крайне-крайне отвратительно. Потому как эти 317 миллиметров это очень и очень-очень мало. Никого мы не пробиваем этими кумулятивами. Иногда даже... Понимаете, в чём прикол? ББшками пробить танк проще, чем кумулятивом. Вот как это работает. А вот так. Вот так это и работает. Ну, вот видите. Стрельного-то идеально. Идеально стрельного толку-то. А толку нету. Ну, сейчас 268 проедет меня фармить. Ты что делаешь? Ты про меня забыл, что ли? Не забывай. Не забывайте про меня. Я могу доставить очень много отрицательных эмоций. Нет. Не пробил. Давайте уже ББшку заряжу. Потому как толку нету этих кумулятивов. Я, может, глупость говорю, может быть, что, но это то же самое, как и 60 ТП. Там тоже кумулятивы слабые. Проще, по-моему, ББшками пробивать, нежели этими кумулятивами. Сейчас конь не засветится же, да? Так, ладно. Его забрали. Ну что, надо ехать, ехать давить их. Плохо я здесь сыграл, отвратительно я сыграл здесь. Можно было контракара пробить несколько раз. Ее же можно было пробивать. Она, тем более, даже не фульная была, точнее, не топовая. Здесь, по-любому, такая делегация стоит. Видите? Там даже снаряды не разрываются. Там уже столько их там стоит. Я только поеду, меня там сразу примут. По-любому какая-нибудь ПТ-шка стоит. Вот, ну куда ты полетела? Вот, ну куда ты полетела? Времени совсем мало осталось. Надо давить. Ну, 44-у забрал. Блайн досиком. А где ПТ-шки тогда? А где ПТ-шки? А фиг его знает, где они. Ну, одна точно здесь стоит. А где вторая? А вот вторая. Свою непонятную... Расклячила свою жопу. Выкачила. Вот и стоит. Бесполезное. 27-27 жетонное создание. Какое чудовище. За 27 жетонов. Я, кстати, господа, буду брать тяжелый танк, наверное, китайский. Если честно. Не знаю. У меня штонов там уже хватает, но что-то брать... А что брать еще? Больше-то нечего. В этом-то все и дело. Ладно, гусеницы-то мы. Давайте вот это чудовище. Не попадем в него и будет замечательно. Хотел сделать как вы лучше, знаете. Дать урончик. Ну, дал ни хреначи. Ну, 400... 400 урона. А можно было дать... Полторы ты... А, нет, каких полторы? Ну, и 600, допустим. Тысячу можно было дать. Вот уже было бы 4000 урона. Но нет. Вот урфчик угнал. С восьмерками трешечка, господа. Ну, там бландик был по-любому. Там сколько там? Ну, допустим, 700 хп. 3 700 с восьмерками. Обалдеть. Вот это... Вот это герой. Это монстр. Натанковал полторашку. 200 насветил. Молодец. Молодец. Что-то сегодня вообще не идет. Если честно, надо нано вырубать. Как-то сегодня рандом нехороший. Вчера было как-то прикольненько. А сегодня что-то нет. Давай, не томи. А, нифига. 4 200. То бишь, я там его фулового, что ли, забрал. 1200 я ему отнял за два выстрела. Вон он даже... Ну, 4 200, ладно, пойдет. Но это уже не стыдно. Давайте еще один боечек. И хорош. Там для вас есть третий бой, уже наигранный. Хе-хе. Тоже прикольный. В кавычках. Но ничего, это... Это вы сами посмотрите. Так, жемчужная. Десятки. Встречный бой. Между Маусом и Объектом, да? Два Мауса. А я же не успею туда, да, доехать. До горы. Ну, давайте попробуем. Надеюсь, что Объектик-то с нами поедет. Приколор нацепил. Давай с нами. Мужик. Ну, я здесь не вижу... Блин, а встречный бой, господа. Встречный же бой. Сейчас поедет что-то там никого, а они базу возьмут. Ну, тут что делать? Вот, ну, что делать? Ай, да бог с ним. Возьмут-возьмут вообще. Сегодня три, вон... Три из... Три из одиннадцати, или сколько там уже? Пофигу вообще. Ну, не будет никого, не будет. А будет так будет. Просто я чаще всего езжу, если встречный бой, то туда. На захват. Ну, на тяжей ехать, блин. На таком медленном несроке. Ну, вот видите, по этому грунту 35. Едем. Что уже неплохо, да? Ну, я и как и сказал, с ракет мы можем разогнать только лишь с горочки. Вообще никто не поехал на захват. Сейчас если туда поедут маусы, то это будет вообще весело. Это будет просто кринжатина. Никого. Просто ма противников. Один СП приехал. 60 ТП там, Прога там. Да, сейчас, конечно, это будет залив очень быстро. По тому принципу, что они базу возьмут. Еду я очень, очень плохо. Вот, честное слово, еду плохо. Маусы. Маусы в приемочке стоят. Ну, это логично, да. Они никуда бы не поехали. Вот, мауса. Надо пробивать. 600 урона. Вы хоть раз у меня за бой видели что-то больше? Там 700. Нет, и я нет. Маус. А ты хорош. Ты прекрасен. Спору нет. Ты сейчас по мне ударишь, да? Не сегодня. Ну, вот 800 урона, господа. И, скорее всего, на этом... Все. Бинитоля комедия. Подожди. ТВП едет. Но его вроде тоже заприметил объект. А они едут, потому что... ТТ-шек боятся, да? Или как, или что? Или Маусы хотят просто убить сперва. Это че? Вроде как его заприметил. Заприметил и отметил, да? На своем раннем. Ну, ты хища. Так. Не забываем про бебру. Коричневую. Ты куда? Ты куда там? Ты че там можно... Ааа, гриль. Ааа, не надо, фош. Ну, не надо, пожалуйста. Фошик, ну не надо. Фошик. Ну, не надо, пожалуйста. Ну, прекрати. Ну, ББшками-то. Ну, ББшками-то, ну... Ааа, не что? Ааа, спасибо, ранее тебе. Что, что хотя бы Фош Паша убил. 2-400, господа. И это замечательно. Ладно. Давайте уже в ангар и закругляться. Фекс, господа. Наконец-таки. Это было нечто, блин. Там такое было в конце. Вы бы это видели. Ладно, на это смотреть тоже не надо. Вот, Хори, молодец. Я нет. 2-400. Ну, так или иначе, что сегодня получилось у меня за 12 боев? В общем, мое мнение про Объект 705А. Это действительно исключительная машина в плане своей иногда простоты и эффективности. Очень отзывчивый танчик. Прям реально на нем можно играть как начинающему игроку, так и вообще, в принципе, статисту. Он реально прикольный. Наверное, это один из самых лучших пока что советских танков. Ну, не знаю для кого как, но реально мне на нем нравится играть. Я на нем еще продолжу играть и буду дальше играть. Танчик реально годненький. Я его рекомендую. Прокачка, в принципе, неплохая. Нормальная ветка. Только что, ну, может быть, на восьмерке чуть-чуть надо будет пострадать. На стоковой. А так, и девятка вообще офигенная. Мне она тоже очень понравилась. И десятка тоже далеко от нее не ушла. Правильно там Леста в загрузочном экране описали, типа, Танчик с хорошим бронированием, там, лба башни, посредственным бронированием корпуса, типа, хороший разовый урон, спрячьте нижнюю лобовую деталь, и вы молодец. В принципе, так и надо играть. Очень быстрый гайд. Спрятали корпус и стоите как-нибудь от башни, пытаетесь накидывать. Если, конечно, рельеф позволит. Все-таки минус пять. Еще раз хочу напомнить, это делать не всегда позволяет. Ну а так, ну реально, я на нем пока держу 3149 урона среднего. Сыграл я на нем, сейчас скажу. 34 боя. В принципе, да, конечно, немного. И, скорее всего, средний урон упадет у меня, потому как иногда бои случаются прям вообще никакие. Так что, ну все равно, я доволен. Я очень рад, что его выкупил. В принципе, за последнее время, наряду с 277, пока что я на десятках не получал удовольствия. Ни на Е3, ни на Е4, последний там, ни на Е5. Е5 мне тоже, кстати, не сильно зашел. Ладно, давайте посмотрим уже третий бой мастеровые. И там уже будем закругляться. Карта Хинки попала вообще к восьмеркам в топ списка. И это, ребята, сыгранный был мой второй бой после выкупа данного аппарата. И прям получился неплохой бой. Конечно, он будет очень быстрый, форсированный, потому как вверху списка нахожусь. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. Все-таки мастера взял, да и взял. Надо вам его показать. В общем, что нужно тут делать? Конечно, когда мы попадаем на таком танке, на такую карту, нужно ехать в банан. Продавливать его, задавливать и задавливать противника. Но я решил здесь сделать чуть-чуть по-другому. Я сейчас объеду по этому скверику и уже сразу ломанусь направо и подожмусь к камню, где чаще всего какие-нибудь тяжи, какие-нибудь злобные ПТшки с бронированной башни там и стоят. Вот как раз-таки его уже заметил. 60-й ПТ туда подъехал. И по сути он для меня там будет, ну, как на ладони. А чтобы выцелить меня, ему нужно будет прям очень сильно постараться. Если только я ошибусь, и только тогда он меня сможет пробить. И я для него здесь, конечно же, как черт из табакерки тут вылезу. Он вообще не ожидает меня здесь увидеть. И вот я только засвечиваюсь, а он даже вообще не отдупляет. И вот он меня замечает, но я уже ему даю в борт, и он начинает поджимать под этот камешек. Конечно, сейчас его пробить в корпус будет проблематично, но у него все-таки видны его лючки. У 60-й ПТ не такая крепкая башка, как у нас, и я спокойненько могу здесь стоять, на него смотреть хоть сколько. Но тут меня с панталыгу сбивает Сушка, которая выехала просто. Там танков моих миллион стоит, и она выезжает, мне дает в борт, и спокойненько уезжает. Я такой думаю, ну ладно, один раз вылезла, получила, больше она не пойдет. Вот, смотрите, как лючок-то видать, и в него можно стрелять. Вот он сейчас наклонит его, бамс, все, пробил. Да, урончика нету, но да ладно. Думаю, сейчас я его заберу, но тут подъезжает еще Тортоис, и начинает его просто поджимать. Мне опять вылезает конвой, уже дает в борт, я такой думаю, ну все, капец тебе. Тут я уже понимаю, что Тортоис мне не даст по нему пострелять, потому что он его закрывает после каждого выстрела. И пацан приехал его фармить. Ну ладно, тут есть по кому еще пострелять, тем более я обиделся на конвой, на Сушку. Сейчас буду им мстить. Понимаю, что я здесь в простреле с горы, поэтому все-таки выезжать прямо вот сюда на эту улочку нельзя. Потому как там и Сушка, тут и конвой. Вроде как тут очень много можно по мне пострелять с мест. И я потихонечку, потихонечку пытаюсь кинуть просто на авось в конвее, но, ребят, так и делать не надо. В моем видосе я тоже говорю, что все-таки у него маска танкует неплохо. Я пытаюсь контролить одним глазом эту Сушку, контролить вторым глазом гору. И неохота отпускать и конвея, не хочу, чтобы по мне тоже постреляли. Тут кручусь, кручусь, пока что не знаю. Выйдешь туда, получишь из горы. Еще и от Сушки получишь. Я такой думаю, ладно, надо с Сушкой кончать, с конвоем потом разберемся. Тут я в полной безопасности от горы нахожусь. И спокойненько, спокойненько проезжаю уже до этой Сушки. Она уже, по-моему, все поняла, что она обречена. Уже выезжаю, она такая, ай, ладно, поеду на тебя. И я просто ее забираю, даже на нее, по сути, и не смотря. Такс, там у нас все в порядке. Но замечаю, что, опять же, этот, кто он там, Корнервон стоит, британец восьмого уровня. Думаю, ну и по тебе же надо стрельнуть. Что ты сюда приехал просто так? Выезжаю, неправильно выезжаю. Ну ладно, бог с ним, танкую. Все-таки, ладно, думаю, получу на 280, не так страшно. Зато дал на 700. Он на меня поехал, уже совсем шотный. Опять же, по мне стреляет, не пробивает. Но у меня пока КД. Я сделать ничего не могу. Тут я понимаю, что, скорее всего, сейчас буду получать в борт. Но его я заберу. Да, в борт получил, но и его отправил в ангар. Ну все. Где-то там еще стоит этот конвой. С горы ребятки постреливают. Ну я тут пытаюсь, думаю, ну где-то же он стоит, этот конвой. Ага. Ага. Китаец стреляет. 44-очка на меня не обращает никого внимания. Спокойненько перезаряжаюсь, свожусь. Стреляю, забираю. Китаец наверху. Конвой уже ухотил. Я такой думаю, ну ладно, без тебя справимся. Китаец что-то да хочет. Я такой думаю, ну вряд ли он будет вылезать на меня. Тут я еще так вот поглядываю на этого минотавра. И тут он, смотрите, стоит. Смотрите, какой выстрел. Бамс. Я сам офигел от этого выстрела. Ну прям подкрутило. Второй бой на аккаунте должен был подкрученным быть. Ну теперь уже, я такой думаю, ну вряд ли я в него попаду. Один раз попал и второй раз уж точно. Думаю, сейчас он отстреляется. И я по КД, пока он там, у него КДшка, я спокойненько здесь проеду. Потому как только он мне по сути здесь мешал. Уже приеду к этому минотавру и его буду спокойненько фармить. Ну как и получилось, китаец не смог прострелить, но прострелил немец. Леопард. Я такой думаю, ну ладно, бог с тобой. Зато здесь прям фуловый, фуловый просто минотавр. Минотавр. И его, ребят, смотрите. Бронированная, говорят, башня, да, там у минотавра все дела. Как его там от башки убивать? Зеленым горит. Бамс, спокойно, 6 соток в кармане. Минотавр маленечко, наверное, в шоке. Ну, просто, видите, зеленым у него башка горит. Именно вблизи. По сути, мне он ничего не может сделать. Тут уже подъезжают мои союзники. Начинают его фармить в борт. Он на них отворачивается. Выезжаю, его добиваю. Альфа благо проходит. Ну и хорошо. Вижу, что тортойс вырывается. У меня заряжен был кумулятив. Я такой думаю, ну надо ехать. Надо ехать. Он тем более бортиком. Но там, конечно же, будет заборчик. Я такой думаю, ладно, переставлю быстренько на ББшку. А у меня интуиция не вкачана. И он такой уезжает. И такой, ну нет, 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 нет. Но благо успеваю ему так же зарядить в борт. Ну и все. Он уезжает пока что, занят моим 430-м. Надо убивать Т-103-ю. Она тут вообще стоит, кого-то ждет. Что делает? Кого целит? Непонятно. Я тут дожидаюсь этой долгой перезарядочки. Стреляю ополовиневую просто эту ПТ-шку. И со второго уже надо его снаряд будет забирать. Ну, реально, как будто бы просто в тир приехал. Ну, оно и понятно. Химки, топ списка. Нет таких противников против меня, которые меня просто могли пофармить. Я спокойненько их всех убил. Кстати, видели, Т-103-я почти что меня танкануло. Я еще маленечко попал бы ему в орудие и его не пробил. Но Тартос на голде, кстати. И я такой думаю, ну, сейчас вот он меня пробил. И еще, по сути, я танкую один выстрел, и уже третий будет фатальный. Пытаюсь тут выцелить. Мне получается, он опять меня пробивает, и я остаюсь шотным. Но тут, благо, ВЗ-шник ко мне на подмогу приезжает. Ну, как на подмогу, я бы, скорее всего, с ним справился и сам. И был бы шестой фраг, и больше бы урона было бы. Но что имеем, то имеем. По сути, остается мне стрелять один раз, что я, в принципе, и делаю. И на этом бой заканчивается. Ну, вот такой получился боечек вверху списка, ребят. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Добра вам и позитива. Покедова.